ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Несмотря на стремительный рост цен на новые легковые авто в России, их продажи в мае в сравнении с тем же месяцем 2020 года подскочили почти в два с половиной раза В тройке наиболее популярных моделей изменений не произошло Первое место Лада Гранта с начальным ценником 520 тысяч рублей Серебро у Лады Веста минимум 744 тысячи бронза У Киа Рио от 910 тысяч рублей Также в первой пятерке Хёнде Солярис и Лада Нива Цены на которые начинаются соответственно от 870 тысяч и от 780 тысяч рублей ТРАССА 101 Программы льготного автокредитования в нашей стране не будет по крайней мере до августа, заявили в Минпромторге Чиновники не считают нужным вкладывать в это деньги, пока продажи новых авто и без того показывают солидный рост Если же они начнут буксовать, то власти могут оперативно возобновить действия программы Напомню, что льготный автокредит подразумевал в том числе 10% скидку ТРАССА 101 Совет по правам человека при президенте России выступил с неоднозначной инициативой Он предложил регистрировать электросамокаты, то есть устанавливать на них номера, а также оформлять автогражданку Среди прочих ограничений управление электросамокатом только с определенного возраста Авторы идей говорят, что их беспокоит рост аварии с участием владельцев и арендаторов упомянутого средства передвижения А также неопределенность с тем, как в случае такого ДТП возмещать ущерб ТРАССА 101 Прием профессор Лопух Кандидаты в водители стали чаще жульничать на экзаменах ГИБДД приводит, для примера, Москву, где за последний месяц выявили 5 попыток сдачи теории с помощником В качестве последнего выступает гражданин, который находится неподалеку в автомобиле и общается с испытуемым посредством радиопереговорного устройства Его находчивые выпускники автошкол прячут под одеждой, под медицинской маской и даже в обуви ТРАССА 101 Автомобилист из Нижнего Тагила удачно оспорил вынесенное ему наказание в виде лишения водительского удостоверения Права у него отобрали за пересечение сплошной линии разметки при обгоне Данный проступок сотрудники ДПС зафиксировали на видеокамеру Однако на записи нельзя разобрать наличие сплошной, а ее полное отсутствие автовладельцу удалось доказать с помощью фото с общедоступных сервисов Google Maps и Яндекс.Карты На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин